МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В партии «Единой России» подвели итоги работы проекта «Культура малой Родины». Лицей, подаривший России гения, отмечает юбилей. В Самаре прошел Пушкинский фестиваль. Первый пуск ракеты-носителя семейства «Союз» после аварии, случившейся 11 октября, состоится 25-26 октября. Он будет проведен с космодрома Плесецк. Это будет запуск ракеты «Союз-2.1б» в интересах военного ведомства. Следующий запуск состоится 3 ноября. На орбиту с помощью ракеты «Союз-2.1б» будет запущен спутник «Голонас-Э». На 7 ноября запланирован запуск с космодрома «Куру» ракеты «Союз-СТ» с метеоспутником. На середину ноября намечен запуск грузового корабля «Прогресс-МС-10» на ракете «Союз-ФГ». После этого планируется в первых числах декабря провести пилотируемый запуск «Союза-МС-11». Осенью число несчастных случаев, связанных с отравлением газом, возрастает. Жители включают газовые колонки и плиты, чтобы согреться, и иногда оставляют их работающими на всю ночь. С начала года жертвами тихого убийцы стали 23 человека. Для двоих жителей поселка Мирный исход стал летальным. Как уберечь себя и близких, выяснила мэрия Елчан. Нередко причина несчастного случая – самовольная установка газовых колонок и плит. Эта процедура требует специального проекта согласования и монтажа. Только специализированные организации могут качественно и безопасно установить оборудование. Но чаще всего к отравлению приводят неправильное использование газовых приборов при закрытых форточках, отсутствии тяги в дымоходе и в вентиляционном канале. Хочется в очередной раз обратиться, попытаться достучаться и сконцентрировать внимание на безопасности. А именно прежде всего в зоне риска у нас, как правило, и в основном находятся квартиры, в многоквартирных домах оборудованы ванными колонками. Эти приборы с открытой камерой сгорания требуют постоянного наличия притока воздуха свежего для сгорания. По предварительным данным, именно несоблюдение правил эксплуатации газовых приборов стало причиной гибели матери с ребенком в поселке Мирный. Колонка была включена одновременно с вытяжкой, а пластиковые окна закрыты. Это создало обратную тягу, после чего угарный газ без цвета и запаха поступил в помещение и привел к отравлению. Прежде чем начать эксплуатировать любую печь, мы должны проверить ее на предмет работоспособности его дымового канала. То есть дымовой канал должен быть очищен. В дальнейшем в процессе эксплуатации, если у вас печь дает пользу для отопления, то процесс вот этого очищения дымового канала должен производиться периодично, не реже одного раза в три месяца. Стремление сэкономить и самим установить оборудование без оглядки на безопасность может привести к трагедии. Нельзя оставлять работающие газовые приборы без присмотра. А доверять обслуживание газовых оборудований только проверенным специалистам. Мэри Елчан, Дмитрий Мешканцов, Константин Головин, Василий Колдашов. События. За честь берета постоят. В 13-й школе 35 ребят пополнили ряды юноармейцев. Присягу принимали перед своими одноклассниками, почетными гостями и ветеранами Великой Отечественной войны. Что ждет юноармейцев дальше, расскажет Андрей Горгуленко. Актовый зал 13-й школы украшают многочисленные красные береты. 35 ребят готовы принять присягу юноармейцев. Среди них Владислав Соколов. В отряд вступить захотел сам. Говорит, что намерен заниматься военным делом, а необходимые навыки получит как раз в составе юноармии. Самое главное – это смелость, доблесть. Ну, я и без отоги никуда. Это знаменательное событие, вступление в юноармию. И для каждого, мне кажется, юноармейца – это большая часть из его жизни. Торжественный момент наступил. Ребята вместе, хором, единой командой принимают присягу. Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь. Клянусь! Всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянусь! Клянусь! Теперь школьники, вступившие в отряд, будут участвовать в военно-спортивных играх, походах, помогать ветеранам, ухаживать за памятниками воинской славы. Но такая работа ничуть не мешает учебе. Немножко и дисциплинирует, и немножко их собирает. И поэтому даже на уроках немножко проще с ними работать. Потому что приходишь на физкультуру, на ОБЖ, и вот с этими шевятами встречаешься, а они уже сами немножко и ведут себя, и готовы там на других немножко. То есть это на самом деле даже помогает и в учебе. Ребята, которые сегодня принимают присягу, они показывают положительный пример как своим сверстникам, так и младшим товарищам в плане и патриотического воспитания, и отношения к окружающим, отношения к своей родине. Что, я думаю, только в положительную сторону сыграет на их будущем. Теперь в 13-й школе 56 человек состоят в юноармейском отряде «Санчировец», названного в честь героя Советского Союза, артиллериста Федора Санчирова. Впереди у ребят подготовка к ответственному событию, участию в параде памяти 7 ноября. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов, События. В Самаре в рекотделении партии «Единая Россия» подвели итоги работы проекта «Культура малой родины». Он направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Особенно это актуально для сел и районных центров, где музеев и театров мало. Поддержать их задачи проекта. В Самарской области такую помощь получили 9 театров, в том числе театр «Студия Грань» и детский театр «Лукоморье». У «Грани» появится собственное помещение, в других театрах улучшили сцену, свет и звукорежиссерской аппаратуры. Выделили деньги на новые постановки. А теперь коротко о других темах дня. Один рабочий погиб, второй доставлен в больницу с ожогами. Трагедия на территории фермерского хозяйства Самарской области. Двое мужчин производили сварочные работы возле бочек с горючим. Произошло воспламенение. 56-летний рабочий погиб. Его 24-летний напарник госпитализирован. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет принято процессуальное решение. Водитель и его пассажир погибли в ДТП недалеко от Курумыча. Автомобиль «Субару», в котором они находились, врезался в столб. Авария произошла в 9 часов вечера на втором километре автодороги Волжске-Курумыч-Новый-Буян. Стаж 48-летнего водителя составлял всего один год. Улов, который подвел под статью, в отношении жителей губернии возбуждено уголовное дело в связи с тем, что он ловил рыбу сетями, что запрещено законом. По версии следствия, в августе поздно вечером мужчина пришел на реку Уса, отплыл на лодке в глубину и там установил сеть Китайку. Утром его добычей стали 9 лещей, 3 чихони и 3 крася. Теперь ему грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы до двух лет. На площади Куйбышева расширят зону парковки. Ограждения появились на территории, чтобы соблюсти требования безопасности. Но горожане стали жаловаться, что это создает неудобства покупателям ярмарки. Сотрудники Департамента транспорта устроили выездное совещание, на котором решили сдвинуть блоки со стороны улицы Вилоновская. Теперь они будут расположены ближе к скверу. В Самарском метро появилась новая система оплаты. Там установили валидаторы, считывающие устройства для бесконтактной оплаты проезда. И главное преимущество – скорость работы и возможность оплатить проезд в одно касание штрих-кодом на экране мобильника или картой. Чтобы оплатить проезд телефоном, нужно скачать приложение Multipass и пополнить баланс в личном кабинете. При проходе через турникет по системе Multipass нужно поднести штрих-код к нижней части девайса или приложить бесконтактную карту-ключ к мишене валидатора, как показано на картинках. Регистрация в системе и ее использование бесплатны. Проезд также не подорожал. Одна поездка на метро стоит 23 рубля, для студентов и школьников – 13 рублей. Двухсотлетие отмечает в этом году Царско-сельский лицей, подаривший России гения. В Самарской школе 145 решили отметить эту знаковую дату фестиваля. На площадке этого учебного заведения он проходит не в первый раз. Послушать стихи великого поэта отправилась и наша съемочная группа. Фестиваль поэтического слова прошел в день 200-летней годовщины со дня открытия Царско-сельского лицея, подарившего России гения. В 145-й школе это стало уже доброй традицией. На протяжении всего дня в стенах учебного заведения звучали стихи и проза классика, а на сцене разворачивались спектакли. Педагоги готовились к этому событию с начала нового учебного года. Делятся? Ученики настолько прониклись творчеством Александра Сергеевича, что и репетиции, и само представление прошли на одном дыхании. Неразделим и вечер. Некребим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных мостов. Куда бы нас не бросило судьбина. И счастье куда бы не повело. Все те же мы, нам целый мир чужбина. Отечество на царское село. При общении учащихся к русской словесности, к творчеству великого нашего поэта Александра Сергеевича Пушкина. И знаете, наверное, девизом этого праздника могли бы стать слова другого великого поэта Николая Некрасова. Читайте произведения Пушкина и учитесь на примере великого поэта любить свою родину, литературу и правду. Концерт получился красочным, а его участники признаются, во время подготовки узнали много новых и интересных фактов из жизни поэта. Ухаживая за своей будущей женой, Натальей Николаевной Гончаровой Александр Сергеевич обычно говаривал. Я восхищен, я охерован. Короче, я огончарован. Елена Чернявская, Константин Головин. События. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Стань лидером России. В Самаре продолжается подача заявок на участие в конкурсе сильных управленцев. Новый вход, ограждение вокруг озера и домик для лебедей. В Самаре после ремонта сегодня открывается парк металлургов. С шуткой по жизни в Самаре прошел полуфинал межрегиональной лиги КВН. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 18 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин